Уважаемые коллеги, мы с вами сегодня рассматривали весьма важный вопрос, и даже не просто весьма важный, а самый главный. Здесь я согласен с коллегами, которые так его и обозначили. Важнее это ничего нет, как сбережение нации, сбережение людей и демографическое развитие. В этой связи говорили обо всех аспектах, и о доходах семей, о пособиях, различного вида пособиях. Здесь не могу не согласиться с теми, кто считал и сказал о том, что нужно персонифицировать, нужно делать эту поддержку более адресной и увеличивать эти пособия. Мы говорили о необходимости включения молодых мам, молодых матерей в трудовую деятельность как можно быстрее, по их желанию, разумеется. И для этого нужно решать много проблем, в том числе проблемы дошкольных учреждений, а вот и проблемы, если и всплывают, уже достаточно очевидно, что это тоже становится востребованным. Мы говорили о жилье, о медицине. Кстати говоря, здесь просил бы соответствующие ведомства между собой всё-таки договориться. Что касается перинатальных центров, нам нужны перечени этих перинатальных центров более точные, нужно понять, сколько их нам нужно, и начинать нужно с критически важных регионов в этом смысле. Нам нужно определиться со стоимостью объектов. Эта стоимость должна быть объективной, обоснованной. Нужно поговорить об источниках, о сроках исполнения, о софинансировании со стороны регионов. Я понимаю непростое положение региональных бюджетов. Федеральные у нас тоже достаточно напряжённые исполняются, поэтому нужно говорить о каком-то софинансировании. И, повторяю, самое главное – определить источник. И, конечно, было сказано правильно о моральном стимулировании. Нужно ещё раз хочу это повторить. Нужно, чтобы иметь двух и более детей, было престижно и модно. Так же, как становится у нас модным заниматься спортом. Это должно быть признаком благополучия и успеха жизненного. Вот это очень важно. А на самом деле ведь оно так и есть. Это важнейший критерий жизненного успеха – наличие детей и способность поставить их на ноги. Всё это составляет чрезвычайно важный аспект нашей деятельности и нашей работы. На основе наших сегодняшних обсуждений и дискуссий будет подготовлен соответствующий перечень поручений правительству и регионам, рассчитывая на вашу совместную активную работу в будущем. Благодарю вас за сегодняшний день. Продолжение следует...